что за девочка погибло то тут столько погибло и девочки кого тут утром валяются по улицам девочки когда это все закончится уже я знаю хоронят уже прямо во дворах лежат накрытые никто не хоронит лежат накрытые одеяло не закрыты жрать уже нечего со второго числа без света без газа минус 10 на улице около домов накрытые все а вот в частный сектор я видел хородят там где живут там и хородят украинские военные как-то помогали вам давали вообще никто ничего не давал никаких коридоров азов сугали выжали люди азов лет расстреливал пидоразы расстреливал колоды блять мирных нахуй пытались выезжают володарск расстреливали автобусы бля когда началась бомбежка вот после 8 марта вот именно наш район 17 началась сильная люди хотели повыезжать вы просили у военных там или лично мы люди рассказывали что даже дети с автового автобус был с детьми и расстреляли автобус они куда-то ехали не знаю в какую сторону они хотели зеленый коридор в этом автобусе поэтому же автобусу этот автобус и не пускали в итоге не пускали люди хотели выехать старались выехать но не давали не давали никуда выезжать им надо было прикрыться на ну вот нет еще русских ребят нет никого да заперли нас подвалы и вот это над нами в дома лупят лупят танки откуда еще ребят не было никого заходят выкидывают всех выходите мы будем стрелять из этих позиций это кстати недавно у нас у нас дом рядом стоит на дороге они зашли в общем украинские солдаты сказали всем убирайтесь из дома и сделайте себе военную позицию в этом доме матом вот там дети были там были старики это сама они их выгнали с этого дома там а т.б. был этот самый и матом на них это же украинские ребята слышите а сами заняли позицию начали там это самое бомбить к нам люди приходили и рассказывали там женщина это самое сгорела это уму непостижимо мы видели историю знаем но такого зверства мы еще не видели пусть господь бог не простит понимаете что мы испытали сейчас и пусть обижаются не обижается но это говорим правду правду понимаете